Всем привет! Вед придет неделя, а новостей все нет. Хорошо, что в этот раз все по-другому. Новый iPad, Huawei P20, погнали! Хотя подождите, а это что такое? Бюджетный iPad 2018, Xiaomi Mi Mix 2S и Huawei P20 Pro с тремя камерами Leica чаще происходит. Опять за свое. О, дж**! Впрочем, я не злая. Наоборот, вижу, Валя приболел, в нос говорит. Надо сделать ему что-то приятное, поддержать, чтобы он быстрее поправлялся. Закажу-ка ему тортик. Вы же его видели, он сладкое любит. Сама бы спекла, да, боюсь, до Москвы не доедет. И вообще предпочитаю доверить профессионалам, таким как cheesecake.ru. Киевский торт из магазина, это, конечно, неплохо, но по-настоящему шикарные десерты в кафе и ресторанах. И доставкой именно таких замороженных десертов премиум класса и занимаются ребята из cheesecake.ru. Так, заходим на сайт. Само собой возьму cheesecake, ассорти. Отлично, 4 в 1. Но этого недостаточно. Поправляйся, поправляйся, Валентин. О, брусничный торт с белым шоколадом. Звучит довольно вкусно и элитно, подходит. У ребят, кстати, постоянно проходят скидки и акции. Например, сейчас разыгрывается 10 тысяч рублей на заказ. Всего-то нужно подписаться на канал cheesecake.ru в Телеграме и выполнить парочку простых действий. Подробности оставлю в описании. Готово. Докинула еще макарунов и фисташковый торт. Надеюсь, тебе точно поправится. Блин, сейчас бы, конечно, чаек с каким-нибудь тортиком вообще не помешал. Мысли материальные. Так, это подарок от Наташи. Спасибо. И тут еще написано, закажи по ссылке в описании в течение 20 дней любой торт на 1990 рублей или всякого. И получи тарталетки в подарок. Где они? Вот они. Малиновые. Вот это вообще все в кассу. Ща буду пробовать. Смарт-часы. Помните такие гаджеты? Появились как проекты дополнения к смартфону, так и развиваются. Точнее, не развиваются. Google на часы забили. Платформу не обновляют. Новые модели выходят редко. Короче, мрак. У Apple дела получше. Вон стали часовым производителем номер один. Но в целом и тут прогресс минимален. За три года встроили GPS, LTE, да покрасили кнопку в красный. Даже внешний вид не меняли. Продажи и этого увеличились на 54% и достигли 18 миллионов штук. Победа. На фоне таких результатов в следующей версии можно сделать фиолетовую кнопку и еще годик продавать. Но судя по информации самого честного и правдивого аналитика Minchiko, Apple таки решили слегка изменить внешний вид. Корпус останется таким же, а вот дисплей вырастет на 15% за счет уменьшения рамок. Главное, чтобы челочку не запилили. Тип экрана не изменится. Apple только начали осваивать технологию MicroLED и вряд ли будут торопиться. Хотя внедрение OLED в купертиноцы начали именно с часов. Может и сейчас решаться. Аккумулятору докинут миллиампер часов, добавят датчик измерения артериального давления. Такой же, кстати, есть в Galaxy S9. Кроме того, возможно, появится встроенный электрокардиограф. И если он таки будет, куплю вот четыре бабушки и дедушки. Ну, или одни на двоих точно. А вот неинвазивного измерения уровня сахара не будет. Apple хоть и вкладывается в развитие этой технологии, но она еще далека от массового применения. Анонс четвертой серии состоится осенью. Предыдущую модель оставят и традиционно снизят на нее цену. Надеюсь, Minchiko не подведет. Но еще больше надеюсь на то, что сбудется еще один прогноз аналитиков компании RBC. Ребята пообещали невероятное. Держитесь там за стульчики. В новых айфонах Apple снизит цены. Якобы обновленный iPhone X на новом железе и с новой камерой подешевеет до 899 долларов за базовую версию. Увеличенный 6,5 дюймовый 10 Plus обойдется в 999. А доступный iPhone с монобровью и IPS экраном обойдется в 700. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поэтому я в эти слухи не верю. Apple толкнули ценовую планку смартфона выше тысячи не для того, чтобы в следующем же году ее снизить. Тем более, конкуренты с радостью подтянулись. Те же Huawei и Samsung быстренько выкатили флагманы дороже штуки. А народные бренды OnePlus и Xiaomi стали оперативно занимать освободившиеся ценовые ниши около 700 баксов. И вот на этом фоне Apple снизит цены. Ага, сейчас. Скорее стоит морально готовиться к цене 100 тысяч рублей за топовый iPhone X Plus. А вы как думаете, пойдет Apple на попятную? Пишите в комментариях. Есть такое чувство, что Наташа, ну, слегка перестаралась. Парни, требуется ваша помощь. Один я, конечно, справлюсь. Ммм. А вообще можете не помогать. У-у-у-у, слушай, не сладкий. Вообще огонь. Угу. Ребята, что если все вокруг врут? Врут в школе, врут родители, врут учебники. И даже самое страшное, Илон Маск врет. А все ради того, чтобы скрыть страшную и шокирующую правду, что земля-то на самом деле плоская. И не надо сидеть и бомбить. Зайдите на YouTube и ознакомьтесь с научными материалами про диск и простонос с черепахами. Шаролюбы, топящие за геоид, конечно, активно противостоят распространению правды. Но 60-летний водитель лимузина Майк Хьюз решил поставить окончательную точку в спорах насчет формы Земли. Или в своей жизни. Тут уж как пойдет. 24 марта в 15.00. Современный Икар вознесся на собственноручно изготовленной ракете с паровой тягой с благородной целью подняться в настоящий, а не выдуманный НАСА-космос, стать первым человеком, побывавшим там и сделать снимки земного диска. К сожалению, уже на высоте 570 метров ракета ударилась о небесную твердь, после чего приземлилась на земной диск при помощи двух парашютов. Посадка оказалась жесткой, но Коперник наших дней отделался легким испугом. И если вы такие, ну почему же Хьюз не поднялся на диском на воздушном шаре? Зачем ракета? Ключевое слово шар. От него можно ожидать чего угодно. Сами понимаете. Американец не планирует завязывать и продолжит попытки докопаться до истины. Ну а пока космонавты баллотируют совместно губернаторы, дабы донести правду до как можно большего количества людей. Остается пожелать ему удачи и небольшой совет. Майк, в следующий раз снимайте свои эксперименты на камеру с не столь широкой линзой, а то на видео горизонт получается... как бы... не очень плоским. LG в этом году не выпустили обновление флагмана. Слегка доработанный V30 не в счет. На МВЦ за закрытыми дверями якобы показали G7, как положено с монобровью. Но, видимо, корейцы еще сами не до конца понимают, каким же сделать G7. И на форуме Reddit решили поинтересоваться у пользователей, как вы относитесь к вырезу в экране. Мол, в последнее время много обсуждений на эту тему, поделитесь своим мнением, а мы донесем его до команды разработчиков. Тема быстро разрослась и набрала 900 комментов. И что вы думали? Конечно же, большинство высказалось против челочки. На данный момент тренд закрыт, и вот теперь интересно, повлияет ли этот опрос хоть на что-то. Возможно, у корейцев два финальных варианта дизайна, и вместо привычных камень-ножницы-бумага, они решили таким способом определить тот, который пойдет в массовое производство. Скоро знаем, в любом случае приятно, что крупная компания пытается быть на короткой ноге с пользователем и напрямую узнает мнение. А знаете, какой производитель давно проставился подобным отношением? OnePlus. Ребята обошлись без опросов, зато Карл Пэй, основатель пласов, на неделе в интервью выступил в защиту моноброви. Короче, по словам главного плюса, нахлобучка это не так уж плохо. Находится в области уведомлений и вообще не мешает. Например, в шестерке вырез будет всего 9,616 на 7,687 мм. Вот так, с точностью до тысячных. И все потому, что компания не видит смысла в большом количестве датчиков, и без них разблокировка лицом ОК работает. В OnePlus могут сделать и совсем маленький вырез а-ля Essential Phone. Но тогда пришлось бы пожертвовать качеством микрофона и светодиодом уведомлений, а на такое компания пойти не может. Рассказал Пэй и о том, почему в Android-смартфонах есть подбородок. Все дело в шлейфах оляд экрана, размещенных в этой части. Можно было бы загнуть сам экран в нижней части и разместить шлейф под ним, как сделали Apple, но технология дорогая и позволить себе ее могут только яблочники. Да и это делает смартфон толще, и вообще у меня от такого умер друг. Кстати, теперь понятно, почему в Xiaomi Mi 7, передняя панель которого просочилась в инет, есть вырез и толстая нижняя рамка. Научитесь любить монобровь, призвал Карл и ошибся. Уже через пару часов после выхода интервью в Твиттере Пэя появились десятки гневных комментариев и уйма критики в адрес компании. Ну вот серьезно, на что ты рассчитывал, когда защищал монобровь, Карл? На понимание и любовь, Карл? С другой стороны, тут появились финальные изображения трех модификаций Meizu 15. Смотрю на них и думаю, может прислушаться и такие полюбить челочку. Несмотря на то, что Валя уже рассказал про MiX 2S, не могла же я вас оставить в этом ролике без Xiaomi, согласитесь, это было бы как-то некрасиво с моей стороны. Так вот, китайцы вместе с обновлением флагмана представили и игровой ноутбук с незатейливым и понятным названием Mi Gaming Laptop. Дизайн у ноута цивильный, никакой геймерской дичи, просто ладный и относительно тонкий металлический корпус с толщиной 21 мм и весом 2,7 кг. Портов, как положено, дофига, 10 штук, включая USB-C, USB-A, Ethernet и HDMI. Дисплей IPS с диагональю 15,6 дюймов и разрешением Full HD. Единственное, что выдает игровую сущность, четырехзонная многоцветная подсветка клавиатуры, которая, кстати, поддерживает до 30 одновременных нажатий и куча вентиляционных отверстий. Xiaomi вообще уделили большое внимание охлаждению, ибо у гейминга троттлинг равно смерть. В гейминг-лэптопе два вентилятора, пять тепловых трубок и специальная кнопка торнадо, позволяющая за 10 минут охладеть внутренние компоненты на 3-5 градусов. Благо охлаждать есть что. Конфигурации 4. Процессоры Intel от i5 до i7. К сожалению, только седьмого поколения. Видеокарта GTX 1050Ti или 1060. Оперативки от 8 до 16 гигабайт, SSD 128 или 256 гигов. Плюс жесткий диск на 1 терабайт. Короче, не самый топ, но довольно мощные аппараты. Ну и, конечно же, раз это Xiaomi, то должны быть лучшими за свои деньги. А цены на гейминг-лэптоп от 950 до 1450 долларов. Аналогичные конфигурации от Lenovo и HP обойдутся на 100-200 баксов дороже. Разница не то, чтобы ого какая, но и Note на первый взгляд чуть ли не лучше в классе. Тонкий, весь в металле, с хорошей системой охлаждения. Да и вообще с ним как минимум из дому не стыдно выйти. А значит, как и всегда, Xiaomi надо брать. В кино на этой неделе, конечно же, новый фильм Спилберга первому игроку приготовится. 2045 год. Все человечество залипает в викинги. Неожиданно было сейчас, да? Шучу. Так вот, все люди погрузились в виртуальную реальность и проводят большую часть своего времени в игре Оазис. И, собственно, вокруг полного контроля над этой игрой и развивается сюжет первого игрока. Если меня попросили бы описать это кино в трех словах, я бы сказала фан-сервис, фан-сервис, фан-сервис. На протяжении двух с половиной часов с экрана льется бесконечный поток отсылок. От фильмов, игр и шоу 80-х до Старкрафта, Дестинни, от фильмов Кубрика до Тираннозавра, Делориана и Кинг-Конга в одной сцене. Фильм виртуозно играет на вашей ностальгии и увлечениях. Если вы считаете себя тругиком, срочно бросайте все дела и бегите в кино, в чем обязательно Ваймакс. А вот мне первый игрок вообще не зашел. Возможно не хватило багажа знаний массовой культуры, но скорее всего дело в том, что кроме демонстрации пасхальных яиц в фильме ничего особо и нет. Персонажи шаблон, сюжет шаблон, полная предсказуемость. Вот тебе виртуальная реальность, вот суетливый, но задротный экшен, вот фан-сервис, иди кайфуй. Кайфуй от того, что киношники знают о существовании Рейлгана и о том, как выглядит мастер-чиф. А вот если копнуть глубже, даже не пытайтесь понять, как живет показанный на экране мир. По каким законам? Кто работает? Кто убирает улицы? Тут этого нет. Несмотря на хронометраж в два с половиной часа. Говорят, для того, чтобы узнать все подробности, нужно прочесть книгу. Так может ей ограничиться? Ладно, будем считать, что ты такой нытик и слишком многого ждала. Судя по рейтингам аудитории, первый игрок отлично зашел. Так что нет времени объяснять, там гандам валит меха Годзиллу, побежали смотреть! Музыкальная рекомендация недели коллектив «Симанде» с одноименным альбомом. Не самый свежий лонгплей, вышел он аж в 1972-м. Но это тот самый случай, когда время пошло лишь на пользу. С первых секунд прослушивание «Симанде» окунает в атмосферу той эпохи. И стоит лишь немного напрячь воображение, и вот ты мчишь к морю по Майами, на ретро-кадиллаке небесно-голубого цвета, встречает закат жаркого дня. Невероятно теплая, добрая и солнечная музыка. Как раз то, что нужно в эту промозговую снежную весну. На этом все, ребятки. Там вроде Валентин скоро собирается в отпуск, так что все-все новости достанутся мне. Крепитесь, берегитесь гриппа и до скорых встреч! А ну и лайки там прожмите. Это такая кнопочка с пальчиком вверх. Чуть-чуть левее вашего любимого пальчика вниз. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин